Всем привет, с вами я и не выспался я нифига. Сейчас нахожусь в составе Пермь Новороссийска, он очень большой, иду потихоньку по вагонам, проверяю все. Работаю сегодня один, а Андрей, получается, у нас делает вагон в рамках ТО-3, а я на парке один. С утра сегодня разбил стакан, стекло впилось в ладошку, ну чуть ниже, такой вот порез. Король сочится, я на работу, надо ехать. Что делать? Эти, туалетную бумагу намотал, одел перчатку и в одной перчатке ехал так, доехал до работы, на работе вот есть бинт, перевязал. Короче, сегодня у нас Пермь Новороссийск, 325 состав и 353 Пермь Меретинский курорт. Оба состава большие, длинные, надо работать и все. И запросился еще, как назло, проходящий поезд. А знаете какой? Да знаете, конечно, каждый раз запрашивается. Днерка, первый в Владивосток Москва. Пошли. Сейчас там те два вагона шел, заполняемость горит. В одном вообще по 95 горит с обоих сторон, полные баки едут. В другом 80, но там написано в журнале, постоянно горит 80. То есть получается... А здесь да. Здесь пока датчики температуры не сработают, электрообогреб включится. Ну ладно, утечки нет и хорошо. Вот в одном там, в одном вагоне оба туалета 95 заполняемость. А вот в том вагоне сейчас, который был, там 80. Ну вот следующий. И в журнале написано, что постоянно 80 горит. В общем, после осенизации надо будет проверить. В общем, я не могу. Субтитры сделал DimaTorzok Дрязная была Пришел, ребята, у нас он неисправный В пути следования пытались наладить, но тщетно Да что такое вообще? Может, нечувствовал чего здесь? Не знаю, еще? Так Ну понятно Похоже, трубки-то неправильно подцепили В общем, ребята, сегодня я один работаю Этот вагон меняется Но Там фишка с метрой, если что Но я понял Если будет время сегодня То я им позанимаюсь Сначала основные вагоны все сделают составы Потом им позанимаюсь Возьму с собой Пульт управления Ну, после его Сервисного обслуживания Как-то его Столкали Теперь он не вылазит Контролируется Контролируется Как так-то Ну, что вот Ладно С этим потом Кубок контрол, что ли? Отлично Что-то как-то Распушено все Непонятно Почему сюда идет? Вот он должен идти А, ну да, вот Рынчок Короче Оставлю пока Оставлю пока Пройду все вагоны, все составы И если будет время, я им позанимаюсь Мне хотелось бы конечно Вот этот состав Пробежать, успеть До первого поезда транзитного Ох! Даааа Пока оставлю Сколько градусов? Градусы 47, хорошо Левая рука больше всего не в ходу работает, чем правая Блин, кто-то звонит мне Алло Здравствуйте, Павлик Журавлик Я в составе работаю в Новороссийском Понятно Нет, не облили Куда спрятался? Иди чини, я тебе покажу, что делать Съемка видео с причиной камеры вырубали Давай Откроем здесь В прошлый раз преобразователь здесь висел К нему так же провода подходили Господа проводники вместо вот этой На провода повешали вешалки Я пришел, я говорю Ничего себе, думаю, это что такое Ладно, хоть не оборвали Ничего Надо написать Записку там и ставить Блин Как это новый видеоролик? А? Как это новый видеоролик? Сегодня вечером? Он не открылся Что это за схема? Не та Вот тут что-то похожее есть Блин, как-то наклеили ее еще криво Батарея, генератор Тоже не то все А где? Регулятор сети Блин, не то все это? Топ отопления Электроколорифер Насос водяного отопления Короче схему то есть, но не все Ну и там другая Ладно, будем на память Двенадцатый, вот это рабочая сторона Четырнадцатый Должен быть не рабочая Сейчас знаешь, что надо сделать, Паша? Я, наверное, сейчас вот эти провода Замкну вместе Надо будет послушать Там насос заведется в один или нет Ты у меня сегодня помощник Так как я один работаю Кинули тебя все Так, Андрюха, на ТУ-3 Как вы думаете, есть чудеса на свете? Короче, провода Между собой Перемычку поставил Замкнул Водяной насос работает Ну, подумал, что контактор не срабатывает Значит, контактор неисправен Потом, с той стороны, пока Привод заслонки унитаза отделал Там западала педаль Нажал проверить Он заработал Я, скорее всего, знаешь, что думаю? Я думаю, наверное, эти контакты Когда снимал С этого Прочистил С контактора самого Когда снимал фишки Видимо, там скопление пыли было Слухой контакт Обратно Поставил Все заработало Это же здорово У нас сейчас прокатили помойки Возле помойки Там помойка, там мойка Короче, мои ребята Сейчас пока маневровые работы Спрыгнуть с поезда не можем Нельзя Павел Павел не накатался Еще виден С рейсов Приехал Катается тут На парке Маньяк железнодорожный Время у нас сейчас 10 часов подходит Сейчас получается Что? Поставят нас сейчас На путь закатят Пойду в контору Возьму все с собой необходимое Позову с собой Андрея СТУ3 И пойдем на транзитный поезд Наш любимый Постоянный Первый поезд Он всегда запрашивает ремонт Ну так я согласен Он пока с Владивостока Едет Что он до нас едет 5 дней? 6? А, неделя? По-моему 5 дней Ну короче Вот за эти 5 дней Конечно там Что-нибудь сломается Интенсивно пассажиры пользуются Оборудованием Посмотрим Пишут, что В одном туалете шлюз полон В другом магистрали засор Еще там какой А, в другом вагоне Водяной насос не работает Раскрашилась там помпа Смотрим Стоянка 20 минут 10 минут Пассажиры будут выходить Ну ладно, че Мы сделаем все, что сможем Женя, короче Поезд опаздывает на 1 час 30 минут Мы пошли туда до вагона Который ТУ-3 Там В оландрея Тосольники что-то не заводятся Посмотрим Потом Вернемся сюда Опаздывает поезд Пришли его встречать А он опаздывает Пошли сходим В цех Посмотрим, почему Тосольный насос не заводится Потом сюда вернемся Что значит Обед у нас Откладывается Замерить напряжение Стоит Ну да Должим раскручивать Ну давай предохранители тогда посмотрим Замерим напряжение Приходит на насос они А с той стороны так же? Там я не откручивал еще Надо там открутить Посмотреть Вот переключатель скоростей Он стоял между второй и третьей В этом режиме между второй и третьей бывает Что насосы Не работают Они отключаются Поставил на тройку сейчас Заработал А с той стороны проверили Все работает Вот Андрей просто не обратил внимания Ну что бывает Я тоже бывает забываюсь или путаюсь Все хорошо Все работает Опа Пойдемте обратно Вон туда На вокзал Жарко На солнышке Разделись Сидим Ждем первый поезд Уже объявляют Америтинский курорт Пермь прибывает Мы уже должны были на обеде быть Здесь Ну а вот Сюда на первый путь Сидим ждем Стоянка будет сокращена у первого поезда Поэтому Ну блок то наверное мы успеем с тобой поменять В общем Короче один вагон где шел засор магистрали и 15 стяж Шлюзи На него дали отмену Вот сейчас сообщение приходило Вот Остается у нас один вагон В первом поезде И там пишут что неисправный водяной насос и неисправный блок управления вакуумной установкой Водяной насос Понятное дело мы не сможем поменять Получить Да еще Sensiz Стоянка сокращена А вот блок вакуумной установки мы Успеем его поставить Фух Жарко Внимание Фирменный поезд номер 1 Россия Сообщение Владивостку с Москва Опuctивает ориентировочно на 1 час 30 минут Фирменный поезд номер 1 Россия Сообщение Владивостка с Москва Опаздывает ориентировочно на 1 час 30 минут Это получается, он в час придет, да? В час придет, да? Ладно. Андрей ушел туда, на первый поезд. Стоянка сокращена, он чисто блок сейчас попробует подкинуть, подключить, закрепить его сам поездной. А я перебежал на другую сторону вокзала, запросился одиннадцатый поезд. Заменить разгрузочный клапан. И получилось так, что они в одно время прибывают. Но одиннадцатый поезд, ладно, он здесь 40 минут стоит, я спокойно все успею поменяю. И потом, ну Андрей там тоже сейчас блок подкинет и ко мне подойдет. Вот, пришлось разбежаться нам, разделиться. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. видите ребят какой засор зажигалка а я еще там вон салфетки вытряхнул это на нее на липло уже здесь вот два шланга черные на разгрузочный клапан белый на этот на опыт вот и все ребят зажигалка застряла в уголке и вот и все проблемы на эту зажигалку налипли еще потом салфетки устранили засор все работает идеально все хорошо дальше пассажиры поедут с рабочим туалетом лишь бы больше ничего не кидали не туда короче есть хотим мы еще не обедали время уже второй час пошли кушать короче мы всем приятно два часа доходит времени вот короче короче нам приятного аппетита мы пошли кушать 3 выйдем 3 выйдем создал офиса шли пришел сюда думал что у меня рука заболела она у меня закровила видимо работал что-то видим передавил чем-то может шуруповертом когда крутил порез ты еще блин прямо под ладошкой здесь внизу на таком месте лан сейчас перевязку придется сделать ложка не моя ложка вот она пошлите кушать мы уже идем по составу пельме меритинский курорт все проверяем и вот некоторые вагоны выключены были компрессоры вакуумной установки включаю жду когда накачает что-то зашипело у меня уже изоленты намотали видимо в ходу в рейсе пытались времянку такую сделать а на самой трубке обычно вон видишь десятка но я пошел тогда пусти меня там выйдут пойду скажу так там тепловоз едет понял воздушная трубка которая идет от ресиверов от компрессора на рабочую сторону на туалет лопнула видимо поездной механик ходу поезда прессе на изоленту зафигачил а главное в ремонте ничего не написано заявочно а нет может и написано просто ремонт там заявочный я не нашел который мне мастер скидывал сегодня утром это не тот это ошибочно сейчас сказал мастер позвонил посмотрит еще раз на почту может на электронку пришел заявочный ремонт ну короче перезвони а я сейчас хожу за быстросъемом и вот трубочку разрежем ставим быстросъем между этим ничего травить не будет все будет хорошо на 10 не нашел с обоих сторон пришлось переходники вот 10 на 12 миллиметров между ними там трубку вставить на 12 соединить чтобы с концов было бы 10 миллиметров ну что пойдемте включим компрессоры будем смотреть на утечку и и и и и и Слышно? Завелся. Ну, пока тишина, сейчас подождем, компрессор накачает побольше давления и послушаем. Так, а что, почему Андрюх, у нас этот не работает, а? Понятно, так, здесь вообще все выключено, и инвертор тоже. В целях экономии батареи, наверное, выключили. Загорелась. Так, ну, видишь, что на зарядке-то не стоит. Ладно, сейчас все равно комиссия пойдет по ДК. Опа. Почему-то загорелась. Почему-то сольно загорелась. А, это этот. Так, он включен? Зеленая, красная выключена. А не как обычно в вагонах потух, значит выключился. Так, ладно. Сейчас, я хотел сказать, что все равно ПДК комиссия пойдет. Так что оставим, включим, пусть. Там еще давления нет, подожди. Старый вагон Т-54. Батареи быстро садятся, поэтому выключают все оборудование. Сейчас комиссия ПДК прошла. Время уже 6 часов. Мы там в конторе ждали, когда она закончится. И вот она закончилась, пришел мастер, вроде замечаний нет. Но вызвали сейчас в вагон, сказали, ребята, не было заряда. Сейчас поставили на зарядку вагон. И получается, что у нас ничего не запускается. Ни водяные насосы, ни вакуумные насосы не запускаются. Я посмотрел сначала здесь преобразователь. Горит зеленым. А дверку приоткрыл. И увидел, что автомат на преобразователь выключен. Все. Пойдемте все перезапускать сейчас. Водяные насосы тоже запустим. И у нас все заработает. Скорее всего, я думаю, что экономили заряд батареи. Поэтому преобразователь выключили. Чтобы никакой нагрузки не было. И дополнительными приборами здесь и оборудованием в вагоне не пользовались. Пойдемте. Вакуумный насос качает. Все хорошо. Все работает. Все замечательно. Можно отправляться в контору и досиживать смену. Душновато все еще на улице. Хоть солнце садится, но все равно душно. Вот. Давайте сейчас на этой прекрасной ноте закончим наш видеоролик. Сегодня я его заканчиваю на работе. Не дома. Потому что дома буду поздно. Еще после работы надо будет по делам заехать. Итак, ребят. Смена была сегодня хорошая, продуктивная, классная. Поработали. Хорошо. Транзитные поезда были. Но, знаете, даже если он и опоздал, то... Ладно. Они у нас в приоритете. Мы не можем в беде оставить наших пассажиров. Вот. Первый поезд. Блок. Хотели поменять, как я и говорил, в вакуумной установке. Андрей убежал. Но на самом деле, что произошло? Прибежал Андрей туда. Поездной механик сказал. Ребят, я же пять часов назад еще сделал отмену. На первый вакуум и на второй. Получилось так вот. Андрей ничего там не делал. Потом прибежал ко мне в одиннадцатый поезд. И мы быстренько... Да. Нет. Да, в одиннадцатый. И вот мы быстренько засор устранили и все заработало. Ну и в целом у нас сегодня здесь, в депо, ну на парке, немного работы было. Нормально все. Все. Давайте прощаться. Я же с вами прощаюсь. С вами был я. Улыбайтесь. Вам это идет. Я желаю вам здоровья. Не только вам. И вашим родным и близким. Всем пока-пока. До новых свежих видеороликов. Ну и хочу вас всех поблагодарить за ваши просмотры, за ваши комментарии, за ваши поправочки, за вашу финансовую поддержку. Спасибо вам большое. Реквизиты для вашей поддержки я, как всегда, оставлю в описании. Всем счастья. Всем добра. До новых видеороликов. Улыбайтесь. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...